Говорили, ну вот, не знаю, в статьях это можно было прочитать, там, не знаю, включая Шаха Маскова, Ксения Ларина говорит, прекрасный фильм, вчера смотрел, на показе Фитиле, ну, конечно, его, конечно, не пустят на экраны, Собчак, значит, выступает, даже, говорит, ой, такой классный фильм, вспомнил его на кинотабле, ну, это же, конечно, не покажет, это, конечно, запретят, там, и так далее, и постоянно, как бы, вот, там, да, скорее всего, этого фильма нет прокатных преследий, ну, на самом деле, очень сильно нас всех напугали, только Юля хранила совершенно, совершенно успокойствие, говорила, все будет нормально, все будет нормально, там, насколько, как нам известно, вопрос о выдаче прокатного настроения решался на уровне самого министра, что министр ездил в отпуск и брал с собой, хоть бы и наше время, и на самом деле, вы видите, что закончилось хорошо, прокатное настроение, в конце концов, видимо, не раз смотрел. Ну, на самом деле, мы благодарны Министерству культуры за то, что они в этой нелегкой политической ситуации все-таки проявили, сделали все по закону, потому что фильм не нарушает эти законы. Уважаемые друзья, мы, как и министр культуры, посмотрели фильм заранее, я хочу напомнить, что если есть вопросы к творческой группе, просто можно поднять руку и спросить у вас, да, вот, мужчины, у вас вопросы, после выразования микрофона. Олег Романовский, вы знаете, я начну с... Ну, мы, конечно, посмотрели небольшое количество актеров. Улыбнитесь. В образе мне. Леша недавно открыл, что я красивая. А сколько вы вместе? Так вот, про актеры. Семь лет они вместе. Молодец, Алексей, что недавно открыл. Продолжайте, Наталья. Вот. И вы видите этих прекрасных, замечательных актеров. Никита Карасов. Самое доброе. Благодарим. Спасибо. Если вы думаете, что их легко было найти, так это вообще неправда. Это было чрезвычайно трудно. Мы вели кастинг пять месяцев. Смотрели большое количество актеров, вообще это не то слово. Лучших вообще представителей этой профессии. И нас это несколько взбодрило, когда люди приходили, говорили, что да, материал им нравится. И так как мы дебютанты, и сами, в общем, волновались, и были неуверены, ужасно в себе. И думаем, надо брать актеров, которые тоже будут в себе хотя бы уверены, потому что, ну, иначе невозможно будет снять кино. Все будут неуверены, и ничего не получится. Вот. И когда приходили вот такие люди, мы делали первые пробы, и мы все равно их откладывали, мы понимали, что да, это нам подходит. Но у нас были еще очень-очень строгие продюсеры относительно отбора актеров. И мы проходили еще дополнительный фильтр, потому что они гораздо опытнее нас. И они давали нам очень дельные советы, потому что на пробе актер мог себя показать хорошо. Там, например, и я была уже влюблена и счастлива, что мы нашли наконец-то какого-то персонажа-актера. Оказывалось, что дополнительные пробы показывали, что это все равно человек другого порядка, да, он хороший актер, но он не подходит нам, не попадает в роль и так далее. И, в общем, таким опытным путем, перепробовав там практически вообще каждого человека, который имеет отношение к актерской профессии в этом городе, мы нашли их, и счастливы, правда. Спасибо вам, Дмитрий. Быстро расскажу. Открывается дверь, заходит такая просто гламурная девчонка вот на таких каблутищах из Питера, приехала, блин, мы еще бесплатили за ее билет. Открывается дверь, она заходит... Я сейчас сильно накрашена, у меня были такие куплики. Я понимаю, что это вообще все не то. Леопардовая жилетка, ну, представляете, да, что мне было думать о ней после этого. И я выхожу тихонечко в другую комнату и говорю нашему Вове Голову, нашему кастер-директору, говорю, «Слушай, давай ты с ней там попои ее чаем, ты, не знаю, налей ей кофе, и давай в Питер ее сразу и отправляй, пожалуйста». Ну, я даже пробовать не буду. Значит, через пять минут он заходит и говорит, «Слушай, она умылась, может, ты на нее посмотришь?» Захожу, а там сидит вот это чудо. И я просто говорю, «Да, я больше не кражусь». А с Никитой вообще была удивительная история. Никиту наш кастер-директор нам не предлагал, потому что Никита был актер, о котором, видимо, наш кастер-директор не знал, и другие кастер-директора его не рекомендовали. Так получилось, что мы пошли в гости к нашему другу. Еще за год до начала работы над «Матильными местами» нашему другу Диме Белосоху, кинопродюсеру. И сидели у него, пили вино, и Дима говорит, «Хотите, я вам покажу фильм, который никто не видел?» Мы его сделали, но что-то никто его не купил, как-то нигде он не пошел. Вот лежит у меня в единственном экземпляре дома. Как это назывался фильм? Как сейчас помню, «Сны старого отеля». «Сны старого отеля». Начинаем смотреть, смотрим, смотрим. Такое арт-хаусное кино, настоящий арт-хаус такой, беспощадный. И смотрим и увидим необычного актера, и запомнили его лицо, и даже спросили у Дима, вот кто это такой у тебя снялся? Он говорит, а вот такой Никита Тарасов. И потом, спустя какое-то время, когда шел кастинг, мы вспомнили про Никиту, попросили его вызвать. Приходит Никита и говорит, «А где вы меня видели?» Мы говорим. Сериал «Кухня». Нет, это еще не было. Не было? Даже близко. Мы говорим, «Старого отеля». Он говорит, «А где вы видели этот фильм?» Даже я его никогда не смотрел. Вот так бывает, такая случайность свела у нас в результате с Никитой. Решающим фактором я приходил на пробы к Леше с Наташей летом, где-то в июле. И, как это бывает, иногда тебе не перезванивают. Ну и, в общем, Бог с ним. И звонок раздался именно в мой день рождения. 3 декабря вдруг позвонил наш кастинг-директор и сказал, «Мы живы, мы хотим, давайте встречаться». И я подумал, что это, наверное, главный подарок в этот день. А мне тогда исполнилось... А, ну не 33. 33? Нет, это сейчас мне уже 33. Я не выдержу уже этих совпадений. 33 еще годы. Нет, ну вот так получилось, что в возрасте 33 лет, благодаря Юлии, Алексею, Наташе, я простой московский актер, поехал на Каннский фестиваль. Так что спасибо. За свои деньги. Пока что за свои, но все впереди. Заработанные у вас. Никита Генера, а все-таки...